Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим с вами тему. В общем-то у нас следующая лекция. Лекция называется Софисты, опередившие свое время. Так вот, история эта довольно печальная. Собственно, она начинается с казни Сократа. Этот акт, как мне думается, сделал самого Сократа настолько великим и влиятельным. Если бы Сократ не принес себя в жертву афинскому правосудию, то не стал бы передовым философом своего времени. Как следствие, его ученики и ученики учеников утратили бы значительную часть своего авторитета. Напомню, что один из учеников Сократа Платон, который, о чем говорят некоторые источники, выкупал книги известного Демокрита, о котором мы рассказывали в прошлой лекции, только ради того, чтобы их сжечь. Мне думается, что великий Платон проявлял нездоровый интерес к работам Демокрита. Но даже если это все неправда, и даже если это все ложь, Ну, это ложь отлично иллюстрирует того, как Платон, в общем-то, относился к своим оппонентам. И его оппонентами были в том числе софисты. Да, кстати, следует заметить, что Протагор, один из самых старших, самых влиятельных софистов, был учеником того самого Демокрита. И это все довольно символично. Так, в чем же проблема? Дело в том, что софисты, создав совершенно невероятные для античности учения, Заложив основания для абсолютного скептицизма и опередив свое время буквально на пару тысячелетий, остались известные большинству людей как шарлатаны, выманивающие деньги за свои уроки. Они словно бословесные плуты, которые нарушали логические правила, которых, к слову, в их время еще не существовало. Главным фактором падения софистики, конечно же, послужил взлет всех сократических школ, включая полутонизм, радикально настроенный против умных, глубоких и разноплановых соперников, для которых авторитет диалектики ничего не значил. Следующий мощный удар по софистике нанес Аристотель, со своей логикой и опровержением софистов. И это, опять же, с условием, что софисты изначально не были сторонниками логического образа мышления, потому что мы просто не знали, его не было в их время, вот этого логического образа мышления. Они опирались на естественные законы мышления, которые были присущи людям, и которые в итоге начали называть уничижительным словом – софизмы. А в итоге, из-за того, что на рынке идей начали доминировать их оппоненты, софисты были вынуждены исчезнуть. Разберем же довольно скромные данные, которые мы знаем о софистах. А, плата за обучение, да, плата за обучение. Основное отличие софистов, скажем, от великого Сократа заключается в том, что они брали деньги за обучение. О, они греховны, о, они виноваты, и ведь Сократ никогда не брал деньги за обучение. И как часто их этим упрекают? Только вот заметим, что деньги им платили за обучение навыком спора, и это было крайне полезное умение в Греции. С помощью таких навыков человек мог доказать свою невиновность в суде или защитить свою позицию во время голосования. Софисты учили одному из самых полезных навыков для Древней Греции – побеждать в спорах. Собственно, неудивительно, что им кто-то за это, в принципе, платил. Но как же можно победить в споре, если ты не знаешь истины? Дело в том и заключалось, что в учениях софистов часто достигнуть истины было просто невозможно. Именно поэтому они легко могли себе позволить спорить с догматиками, слепо убежденными в своей правоте, но истины не знающих. И победить такого за плату для них не являлось чем-то безнравственным. Да-да-да, действительно. Да, очень важный пункт. Мы знаем о софистах из текстов их самых непримиримых оппонентов. Всегда следует помнить, что мы знаем о софистах из текстов их оппонентов. Что это значит? Что изложение их идей может быть, мягко скажем, искажено. Ну, например, берем пример. Буддисты обзывали своих оппонентов скользкими угрями. А Аристотель сыпал на досократиков верлоками абсурдно, нелепо и так далее. Мне думается, нигде в мире оппоненты не излагали точку зрения оппонента с достаточной точностью и вниманием. Более того, сам великий Аристотель ошибался в трактовках, например, пифагорейцев или Анаксагора и, возможно, некоторых других. Это с учетом того, что все эти люди не были его живыми оппонентами, с которыми ему приходилось спорить и которые дискредитировали его главные изобретения, то есть логику. Остается только гадать, что напридумывали Платон и Аристотель про софистов, а что было правдой. Более того, тот же Платон практически наверняка идеализировал Сократа, а его диалоги совершенно не отражают сократовские речи. Как минимум, когда мы считаем о Сократе из других источников, то столкнемся с конфликтом интерпретаций. У Платона Сократ это непобедимый спорщик, абсолютно великий человек, который часами мог выстраивать какие-то логические цепочки в свободной беседе. Но, судя по другим источникам, нет. Сократ иногда излагал какие-то мудрости и спорил, ну, так себе, ну, не так феерично, не так замечательно, как в диалогах Платона, которые, несомненно, продуманы. Так вот, в общем, есть основания полагать, что образ софистов, созданный Платоном и Аристотелем, ложен. Притом, речь идет не столько о частных искажениях. Думается, сам образ софистов был капитально искажен в угоду их учениям. В итоге, как мне думается, софисты это не мелкие гаденькие мошенники, которые нарушали правила великой логики и могучей диалектики. Это такие же великие философы, как и сами Платон и Аристотель, просто находящиеся с ними в конфликтном состоянии, в конфликтном отношении. Софисты предлагали ряд интереснейших альтернатив развития философской мысли, которую мы сейчас и рассмотрим. Протагор. Родился в городе Абдеры около 485 года до н.э. и умер в 410 году до н.э. Ну, все это приблизительно, конечно. Судя по всему, этот великий человек обучался у Демокрита и, на мой взгляд, значительно превзошел его в мудрости. Он говорил, «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». В общем-то, да, вы можете сравнить вот эту фразу, которая досталась нам от Протагора, с огромным количеством диалогов Платона или с огромным количеством текстов Аристотеля. Вот, вот, вот эта вот фраза, она как бы оппонирует всей традиции Платона и Аристотеля, да, вы представляете? Огромное количество текстов, с одной стороны, и вот эта вот фразочка просто одна. Ну, давайте рассмотрим ее. Данное утверждение отдает релятивизмам. Релятивизм – это учение об относительности знания. Его противоположность – абсолютное знание. Согласно релятивизму, истина определяется не в абсолютных категориях, то есть она не одна, а в категориях частных. То есть, ну, истина может быть у каждого своя, да, в некотором роде. Либо истина многоогранна, либо истина может зависеть от положения нашего в пространстве и времени. Тут можно говорить о культурном релятивизме. У каждой культуры, допустим, своя истина. Ну, или вот галереи уже, Эйнштейн и прочие ученые уже, ученые ближе к современности нашей, они подходят к истине с точки зрения относительности. Истина зависит от того, под каким углом мы посмотрим на проблему, например. Или от положения, в общем-то, наблюдателя. Например, если мы будем смотреть на движение Солнца относительно Земли, то мы можем сказать, да, Солнце движется вокруг Земли. Почему? Потому что, ну, относительно нас, относительно вот наблюдателя, который находится на Земле, Солнце действительно вращается, ну, движется вокруг. Так вот, ну, это теория относительности. Именно релятивизма в том плане, в том смысле, не в том, в котором его используют в физике, а в более общем. Так вот, есть основания полагать, что великий протагор был релятивистом, который считал, будто бы истина у каждого своя. То есть, человек мера всех вещей. Получается, каждый человек есть мера каждой вещи. Все относительно. Мы не знаем, рассуждал ли он о культурном релятивизме. Также неизвестно, говорил ли он о релятивизме пространственном, как у Галилея, допустим. Скорее всего, нет. Он, но впервые, но впервые, именно он сформулировал релятивистическую концепцию, чем опередил развитие человечества практически на две тысячи лет. Это очень отличный результат для древнекреческого философа, между прочим. Впрочем, да. Также есть основания полагать, что его подход был преимущественно сенсуалистическим, что обусловлено его обучением у демокрита. А в любом случае, релятивистический сенсуализм, это тоже нечто небывалое в истории философии, очень редкое, и пусть даже в узком смысле, да, пусть даже вот в таком смысле с релятивист, сенсуалистический, так скажем, это все равно очень-очень интересно и заслуживает внимания и уважения. Посмотрим еще одну цитату, которая тоже, скорее всего, принадлежит, в общем-то, Протагору. «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, ибо многое препятствует такому знанию. Темнота вопроса и краткость человеческой жизни». Здесь Протагор выказывает куда большую осторожность и сомнение, чем его догматические критики Платона и Аристотеля. У Платона в системе был демокрит. У Аристотеля перводвигатель. Оба довольно открыто судили о боге, о богах. Очень-очень просто. Это делали, как бы непринужденно создавали системы, в которых помещали неких богов. Протагор же не торопился с суждениями. Он был осторожен. Разве это не говорит о том, что он был человеком куда более рассудительным, чем утверждают противники софистики? По моей оценке Протагор мог быть куда рассудительней самого Аристотеля. Но оснований для такой догадки у меня, конечно, не так уж и много, потому что вот у нас две фразы Протагора против огромного количества текста Аристотеля. Такс, продолжаем. Ксениат. Родился в Каринфе в пятом веке до нашей эры. Еще один известный софист, который считал, что... А вот у нас цитата, одна буквально цитата, прекрасно. Все ложно. Все ложно. Всякое представление и мнение лжет, что все возникающее возникает из несущего, и что все уничтожающееся уничтожается в несущее. Собственно, данная позиция может считаться агностической. Более того, она крайне вероятна. Как минимум, можно сказать, что большинство мнений, конечно же, кроме одного единственного верного, лгут. Ну, то есть, да, у нас есть концепция истины, истина одна. А есть куча мнений. И мнения лгут автоматически, потому что есть истина, а не против истины. Вот чисто по такой логике дуалистической, если мы вот так вот попробуем все рассудить, да, действительно, вот окажется определенно так. А вопрос в том, мы можем ли достигнуть истину, и достигли кто ее или нет. В таком случае утверждение ксениады имеет смысл в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, кроме одного возможного. А может быть, этот случай невозможен в принципе. Ну, все это следует, кстати, из определения истинности. Более того, скорее всего, даже все человеческие мнения лгут, потому что люди существа смертные и ограниченные. И самое главное, догматичные. А вера мешает им познавать. Они легко могут уверовать в откровенную ложь на пару тысяч лет. Поэтому всякое мнение, скорее всего, лжет. Но заметьте, что всякая гностическая позиция носит характер фообразного отрицательного догматизма. То есть мы вынуждены верить в то, что всякое мнение ждет. То есть, ну, все-таки существует некая возможность ошибки, потому что есть вот это вот самое утверждение. Да, мы утверждаем, что всякое мнение лжет, а вдруг оказывается, что у нас есть некая истина, которая выражена в словах, в мнениях. И все, как бы, да, тогда Ксениат неправ. Но все равно, это все равно очень сильная позиция. Сильная и агностическая. Это утверждение, хоть и вероятное, но оно не дает нам абсолютных гарантий. В любом случае, Ксениат сделал еще один большой шаг в философии. Парменит, можно сказать, заметил, что всякое мнение истина. То есть является мерой этой истины. Ксениат же перевернул его суждение с ног на голову. Всякое мнение ложно. И это два фундаментально различных подхода. Это релятивистический и агностический. Но при этом в них есть кое-что общее. Они оба отрицательно относятся вот именно к такому монистическому догматизму, в котором правит только одна точка зрения. Для Ксениата все мнения ложны. Все мнения ложны, и в этом они равны. Для Парменида все мнения, ну не то чтобы истины, конечно, но могут претендовать на истину и служить ее мерой. Следовательно, следовательно, они тоже все равны. И это очень сильная концепция, особенно для Древней Греции. Это действительно опережает развитие человечества опять же на две тысячи лет. И все это было, кстати, в рамках одного течения. Как будто бы одного течения. Как будто бы все они, знаете, принадлежали к одной такой философской школе. Одной философской школе софистов, которые вот только вот и делали, что занимались величайшими открытиями, которые опережали развитие человечества на пару тысяч лет. Да, вот такая вот школа прикольная была, интересная. Да, потом и агностицизм, и релятивизм появились в истории философии. Но это прошло для этого две тысячи лет минимум, и еще плюс к их развитию добавить пришлось. Продолжаем. Еще один великий софист Горгий родился в 480 году до нашей эры в городе Леонтины, а умер приблизительно в 380 году. Он писал «Ничего не существует». Но даже если нечто существует, то оно непознаваемо. Но даже если и познаваемо, то необъяснимо для другого. Это тоже агностическая позиция, только несколько более сложная, чем у Ксениада. А начинается она с крайне догматического, нигилистического суждения, которое, скорее всего, является провокативным. «Ничего не существует». Почему это «Ничего не существует»? На самом деле проблема в том, что речь идет о реальном существовании. Допустим, если мир иллюзорен, то мы с вами в реальности не существуем. Ну и сам мир тоже не существует. Допустим, существуют некие там, допустим, наши души, как это было у Беркли. Так вот, реально существовать по разным предположениям может огромное множество моделей мира. То есть, да, на реальное вот это вот существование, на истинное существование, на то существование, на которое пытаются как раз отыскать философы. Вот так вот существует. Ничего, наверное, не существует из того, что предсказывают философы. А может, что-то и существует в таком самом смысле. Все это довольно сложно. И поэтому он и дает провокативный такой тезис. «Ничего не существует». А почему они? Почему ничего не существуют? Потому что все модели мира, которые мы предсказываем, скорее всего, нереальны. Вот так вот. Вот так вот это все разворачивается. Но допустим, допустим, все-таки допустим. Допустим, что одна из моделей этого мира, которую мы предполагаем, верна. Допустим, нечто существует. И мы действительно, мы вот угадали, мы угадали. Вот все есть огонь, допустим. Да, и весь мир состоит из огня. И потом вечное возвращение. И все, мы это угадали. И мы молодцы. Да, вроде бы. Но как мы убедимся в том, что оно познаваемо? Горгий верно заметил, что существует очень много подходов к познанию, которые радикально противоречат друг другу. Если мы выберем один подход, например, эмпирический, то получим один результат. А если выберем подход рационалистический, то другой. Выберем мистический, третий. Совместим рационализм и эмпиризм. Это уже четвертый подход, который получает совершенно другие результаты. А получится, что у нас такого рода познаний неограниченное множество. Можно также сказать об интуиции, предчувствии, припоминании и многих других подходах к познанию реальности. В общем-то, вот и он заметил. Оно непознаваемо. Да, да, но действительно трудно понять, когда мы его познали, какими методами его надо познать, какие методы больше подходят к познанию реальности, к познанию реального существования. Неизвестно. Ну, допустим, допустим, мы все-таки смогли познать реальность. Вот вы, вы взяли, создали тот самый метод, который познает реальность. Проблема заключается в том, что вы, да, вы бы подобрали для себя верную теорию познания бесконечного множества и применили ее к верной модели мира, опять же, из бесконечного множества. Допустим, вам очень сильно повезло. И тут еще одна проблема. Да, даже если человек смог познать истину, то он будет испытывать трудности с тем, чтобы передать ее другим. Люди клюют не на истину, нет, не на истину, конечно, а на тенденции и стереотипы своего времени. Допустим, модно в одной культуре опираться только на эмпирический опыт без математики. И математика, а вдруг, а вдруг математика на самом деле окажется важнейшим методом для раскрытия истины. Ну все, эта культура не достигнет истины никак и не сможет ее доказать. Эта культура не примет математические доказательства, тем более ваши. Вот вы предложите вот этой вот культуре свои математические, эмпирические доказательства, а что она скажет? Что это за циферки какие-то дурацкие? Их же не существует в реальности. Чего вы никого уморочите? В общем-то, все это снижает степень вероятности того, что истина может быть найдена. Ну, да и даже опознана человеком. В общем-то, та же проблема с наукой. Подобрала ли она правильный метод? Мы точно не знаем. Ну, допустим, метод науки, он правильный. Но как мы объясним его другим? Большинство людей верят в науку, просто верят и все. Методи не разбираются, в исследованиях не разбираются, вообще не разбираются в том, что такое эмпиризм. Думают, что в науке абсолютно правильный эмпиризм, например. Хотя эмпиризмов за всю историю у человечества было много. Ну, это не важно. Ладно, продолжим про сатистов. Мне думается, такая гностическая раскладка просто гениальна даже на фоне агностической философии нового времени. Юм и Кант, Кант, кстати, который на самом деле не совсем агностик, но он так рядом, 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 рядом. Вот они оба даже рядом не стоят с убедительностью данной аргументации, совмещающей в себе простоту и последовательность. Горгий очень просто объяснил и доказал, в общем-то даже, доказал довольно убедительно, ну, то есть, вот эти аргументы очень трудно как-то сдвинуть с места. Вот он доказал довольно убедительно, что познание, ну, как минимум, это процесс крайне сложный. Крайне сложный, и чтобы на него претендовать, нужно сделать очень много, и нужно, в общем-то, это очень-очень-очень основательно обосновать и объяснить для другого. Продолжаем. Антифонд. Еще один греческий софист. Он радикализует антитезу природы и закона, утверждая, что природа – это истина. А положительное право, ну, то есть, закон, тот, который у людей – это мнение. И они друг другу практически всегда противоположны. Необходимо, по его мнению, следовать именно природному закону, даже если это нарушает закон человеческий. Вообще, антифонд действительно подразделил, вот разделил все надвое. И для древнего общества – это гениально. Это тоже, как бы, гениально для древнего общества. Здесь уже ничего не добавишь и не убавишь. Разделить законы природы и законы мира людей, как мы говорили в прошлой лекции, в Китае, например, они были абсолютно слиты. И никто в этом не сомневался. Природа – есть общество. Все. Вот равенство. В Китае – это абсолютное равенство. В Индии – это тоже очень похоже на равенство, потому что все касты появляются из непосредственно бога Пуруши или какого-нибудь любого другого бога из их многочисленных мифологических систем. В общем-то, получается, что Антифонд, он сделал радикальнейшее, интереснейшее предположение. А вот еще одна его цитата, которую мы сейчас рассмотрим. «Мы восхищаемся и почитаем тех, кто благороден от рождения. Но тех, кто неясного происхождения, мы не уважаем, не почитаем, относясь к последним, как к варварам. Но ведь по природе мы все абсолютно равны – и греки, и варвары». Это тоже невероятное для Греции суждение. Греки были очень сильными любителями своего народа, очень большими фанатиками эллинизма. И, собственно, это позиция проклятого злого софиста, который противоречил догмам своего времени и своего народа. С другой стороны, великий и логичный мыслитель Аристотель считал, что рабство – это очень хорошо, и оно необходимо. Абсолютно необходимо. Да. Что, да, все вот варвары, вот эти вот убогие, грязные, которые ничего не умеют, которые тупые на самом деле, которые не стоят на одном уровне с эллинами, они должны просто пахать на эллинах, пока не достигнут, в общем-то, уровня, вот этого уровня великого культуры, великой культуры пока не достигнут. В общем, очень нацистская, на самом деле, система, у греков в этом смысле была. Не опередил ли антифонд свое время, на несколько тысячелетий, опять же, да? Ответ на этот вопрос кажется очевидным, ведь греки определенно ставили себя выше всех остальных. И потому легко обращали всех рабством. Вот и вот и все. Да. Антифонд был выше предрассудков такого рода, и он тоже софист, и его учение радикально отличается от учений всех остальных софистов. Мне кажется, все это очень сильно. Теперь перейдем к следующему софисту. Продик. Вот он, Продик. Софист-атеист. Один из первых атеистов в истории. По его мнению, люди оборудствляют вещи, полезные для них, а также людей, которые в этих вещах, как бы, ну, преуспевают, какую пользу делают. Так и появляются боги, по его мнению. Его концепция возникновения религии была чисто натуралистическая. Он не допускал какого-то сверхъестественного, в общем-то, возникновения религии. И это тоже довольно прогрессивно для того времени. Среди греков, особенно после Продика, были атеисты. Но в итоге атеистические взгляды в истории европейской философии были позабыты, опять же, на те же две тысячи лет. Как бы, ну, как-то так получается, да, что софисты почему-то опередили всех настолько. Фросимах, следующий софист, на этот раз младший. Все это были старшие софисты, большие такие дядьки, старенькие. Вот Фросимах. Фросимах спорил он с Сократом. В диалоге Платона государства. Да, один из младших софистов. И где этот софист? В общем, он действительно спорит, спорит с многомудрым Сократом, грубит Сократу. Как вообще так можно, да? Конечно же, Сократ в том споре отставит идеалистическую позицию относительно справедливости. Фросимах же говорит, что справедливость – это право сильного. Что это значит? Что человек, обладающий большей силой, ну, то есть, оружие, не знаю, армия и так далее, и так далее, и так далее, царь, например, в городе своем, может решать, что справедливо, а что нет. Например, какой-нибудь озлобленный и глупый тиран может отправить невиновных людей в лагерь практически без повода или приказать расстрелять их за неудобные убеждения. Вот что подразумевает Фросимахова. Это абсолютно реалистичная позиция. Его мнение, как минимум, крайне вероятно. То есть, понятно, что законы создают и воплощают люди, опирающиеся на силу, и чаще всего военную. Они-то и решают, что справедливо, а что нет. Впрочем, Сократа мы здесь тоже можем понять, потому что его концепция, наверное, даже концепция Платона, но тут не очень уже важно будет, она чистая идеалистическая и не имеет отношения к этому миру, где мы живем. Для него справедливость – это идея, или, лучше сказать, даже идеал, который существует вне исторических событий, вне реальности. Это то, к чему нужно стремиться, это то, до чего нужно добраться, это то, на что должны опираться как раз правители. В общем-то, проблема их спора заключается в том, что Форсимах использовал реальный опыт, а Сократ целился в сторону идеала. Да и определение справедливости и у Сократа, и у Форсимаха абсолютно разное. Впрочем, неудивительно, что их спор резко прервался, потому что оба собеседника не смогли адекватно понять друг друга. Да, это самое интересное, кстати, да, прочитайте вот эту вот часть, это первая часть диалога государства, это начало, и это самая интересная и живая его часть, на мой взгляд. Действительно, это стоит прочитать, и там нет такого, чтобы Сократ просто выше, выше Форсимаха без каких-либо проблем. Форсимах не просто поддакивает, и можно даже подумать, что Форсимах побеждает Сократа, что, собственно, в диалогах Платуна бывает крайне редко. Да. Так, из исключений, по-моему, Парменид тоже. В Пармениде Сократ проигрывает великому Пармениду и Занону, вот этим вот великим деятелем Элейской школы. Он проигрывает, относительно проигрывает, так, конечно. Ну, то есть даже сдается, можно сказать. И здесь, в битве словесной с Форсимахом, он тоже, очевидно, не побеждает и не доминирует в течение всего спора. Ну, то есть, непонятно, была победа или не победа, но, в общем, спорно, спорно. Здесь мы можем спорить, здесь мы можем что-то насладиться греческим спором. Продолжаем. Что у нас тут еще есть? Кто? Ой, Сократ. Сократ, как я мог? Как я мог внести в список сайтистов самого Сократа? Ох, ох, да, меня уничтожат, чувствую, профессоры, философии, когда увидят вот это вот. Ну, неважно. Когда речь заходит о софистах, мне всегда хочется говорить о Сократе. В целом, его образ вполне вписывается в софистическую парадигму. Особенно, когда мы говорим о фразе «Я знаю, что ничего не знаю». Ну, это, по-моему, это вообще типичная концепция для софистов. Тогда вы видели все вот эти вот концепции софистов, о чем они писали. Ничего не существует, но даже если не что-то существует, то оно непознаваемо. В общем, ну, отрицательная концепция. Одна из первых тоже в Греции. Все ложно. Ксениадовская тоже отрицательная позиция. «Я знаю, что ничего не знаю». Тоже отрицательная позиция. Сократ, и тоже релятивистичный человек, меры всех вещей, тоже считайте отрицательной позицией. Здесь нет в этих утверждениях прямого догматизма. Так вот, Сократ. Сократ говорил нечто подобное. Я знаю, что ничего не знаю. А если он знает, что ничего не знает, то зачем пытаться доказывать что-то всем остальным, кстати? Интересно, потому что он действует тоже по образцу софистов. Он, как бы, признает некую отрицательную позицию. «Я знаю, что ничего не знаю». Ну, то есть он говорит, что «я ничего не знаю». Если просто «я ничего не знаю». Скорее всего, вы тоже, кстати, ничего не знаете. Вы тоже ничего не знаете. Только думаете, что знаете, поэтому вы дурачки. А я, Сократ, умный. Так вот. Несмотря на то, что он ничего не знает, он почему-то задает вопросы другим людям. Он задает вопросы и требует ответы. Какую-то истину он пытается родить в спорах и сравнивать себя с повивальной бабкой при этом. Сократ типичный софист, который отличается от остальных только тем, что он не берет деньги за свои уроки, кстати. И это отличие, скажем честно, оно не очень-то такое выразительное. То есть Сократа легко можно поставить в ряд с великими софистами. И он действительно неплох. Он хорош. Только он уже достаточно поздний персонаж в истории греческой философии. И на фоне вот софистов, как бы, да, он, можно сказать, такой младший. Младший такой софистик, который воспринял вот это вот «я знаю, что ничего не знаю» у тех же самых софистов. Потом начал уже сопротивляться этим софистам, вступать с ними в диалоги, в споры и учить, учить, учить Платонов всевозможных и прочих своих учеников. Готовил ли, кстати, Сократ риторические речи? Судя по всему, да. Об этом писал Платон. Опять же, совпадение. Какое совпадение? Опять же, нечаянно. Проблема, опять же, в том, что Сократ, он находится чисто в софистическом дискурсе. Это тот самый дискурс афинский. Это те же самые приемы, очень похожие. Он также выступает с риторическими речами, в том числе. Умеет их составлять, практикуется. Понятно, в общем, с Сократом все очень в данном смысле просто. Если его даже нельзя назвать софистом, в прямом самом смысле этого слова, то абсолютно точно можно сказать, что Сократ воспринял у софистов многое. Так, давайте, кстати, рассмотрим его метод, который называется маевтика, или еще позже уже будет это названо диалектика. Что он в себя включает? Сократ задает собеседникам наводящие вопросы. Они отвечают на эти вопросы. Притом, вопросы эти, если судить по диалогам Платона, нередко носят хаверзный характер. Ответ заведомо очевиден, потому что собеседники так часто кричат, ох, да, клянусь Зевсом, клянусь Зевсом, да. В общем, Сократ нередко задает такие вопросы, на которые древний грек правоверный, хороший древний грек, который в обществе находится, не может дать другого ответа. Сократ все это предусматривает. Сократ заранее предусматривает все ответы. Ну, либо Платон, когда пишет диалоги и их предусматривает, но это уже не так уж важно тоже в данном моменте. А приведу пример не из диалогов, но очень похожий. Веришь ли ты в богов? Например, спрашивает Сократ. А собеседник отвечает, да, клянусь Зевсом. Сократ, например, его спрашивает, а боги делают только благо? А собеседник отвечает, да, конечно, клянусь Зевсом. Можно ли заниматься любовью с юношами? Спрашивает Сократ. Конечно, отвечает его собеседник, клянусь сиротом. В общем, ответы на все эти вопросы в рамках греческой культуры очевидны. Более того, Сократ знал, что многих своих собеседников он знал непосредственно тех, с кем он разговаривает, и потому мог задавать вопросы, на которые те бы точно дали ответы, которые он уже предсказал. И что после ответов? Сократ сводит все ответы собеседника едино для того, чтобы сделать вывод, который устраивает либо его, либо автора диалогов Платона. Это чисто риторический метод. Он не дает делать вывод другим. Это тоже важно понимать, и важно смотреть вот этот нюанс, что обычно Сократ как бы сам завершает все вот эти вот выводы. Он собирает, собирает по кусочкам вот эти вот вопросы, ответы, и потом соединяет все, и говорит, вот такой вот вывод правильный, если ты все правильно ответил. И в итоге, явно лишь одно, работает он не с истиной, а с человеком. Он на психолога больше похож, задающего вопросы. А не истинный является результатом диалектического подхода. А возникновение удобного для диалектики убеждения. Из этого, в принципе, и следует, что Сократ вполне вписывается, в среду софистов, пусть и брезгует называть себя так, а также стыдит тех, кто за уроки мудрости просит денег. Сократ это софист, да, и софист, конечно, в хорошем смысле этого слова, как и все софисты, рассмотренные вообще в этой лекции. Это прекраснейшие люди, умнейшие. Пусть подавляющее число последователей и исследователей Сократа его таковым не считают, опираясь на полтоническую традицию, и присягая авторитету логики Аристотеля. Но он все равно являлся софистом. Ну, эта точка зрения может быть и неправильная, да, по крайней мере, крайне вероятная, ввиду всего изложенного. Продолжаем. А теперь перейдем к разбору различных тем, связанных с софистикой. Вот одна из тем. Догматическая и скептическая философия. Следует заметить, что всю философию по признаку догматизма можно поделить на догматическую и скептическую. Заметим, что догма – это мнение или убеждение в переводе с греческого. То есть, это абсолютно любое мнение, абсолютно любое убеждение. Это не обязательно что-то религиозное, не обязательно там боги, иконы, не обязательно Будда какой-нибудь. Нет. Это абсолютно любое мнение или убеждение. Вы считаете, что эмпирический метод верен, работает? Это догма. А догма может быть истинной, в принципе. Почему нет? То есть, вот так, да, получается. Вы верите, что математика позволяет верно рассчитывать какие-то пропорции, и это как-то реально связано с реальностью, это тоже догма. Для греков это абсолютно, но это точно догма. Никаких вопросов это не должно вызывать ни у кого, когда мы особенно обсуждаем Грецию. Так вот, до софистов все философские учения Греции были чисто догматическими. Притом они носили догматический и положительный характер. То есть, они что-то утверждали положительное. Также догматическими были платонизм до эпохи Средней Академии и парипатетизм. Впрочем, в догматичности нет ничего плохого. Догматика от скептика отличает лишь наличие убеждений. Скептическая философия – вещь редкая и в сущности своей сложная. Даже научный скептицизм – это чисто догматическое явление, если рассматривать его с греческой позиции. Только вот дело в том, что первые предпосылки возникновения скептицизма зародились именно в среде софистов. До софистов, так называемые десократики, занимались преимущественно позитивной философией. Ну, позитивной не в смысле, как бы вам сказать, не в смысле уже нового времени, когда мы говорим о эмпирической философии. Нет, это в смысле, что они именно создавали учения и по общепринятому обычаю ссорились друг с другом. То есть, получалось, у них все убеждения, все мнения большие, все их системы, они содержали исключительно положительные суждения. Например, «Всё есть огонь» или «Всё есть вода». Это положительные суждения, которые утверждают, вот так вот в мире устроено всё. Отрицательных учений у десократиков, у десократиков, не было. То есть, что значит отрицательные учения? А я в этом сомневаюсь, например. Или, не знаю, я не верю, что познание, в принципе, возможно. Это тоже убеждение, но они носят отрицательный характер. То есть, до софистов в истории греческой философии мы вообще не встречаем философов, говорящих о невозможности, трудности, ложности, относительности или сомнительности познания. Да, большую часть из этих тем подняли именно софисты. Именно софисты начали говорить о том, что с познанием всё не так однозначно, как казалось ранее. Оказывается, недостаточно создать теорию, привести некоторые доводы, чтобы при этом уверенно претендовать на истину. И это, если честно, фундаментальнейшее открытие за всю историю философии, которое периодически следует повторять, потому что люди так и норовят свести всё к некой простой алгоритмической доказуемости. Так, ещё один аспект, это философский поворот от догм истины к изучению мнений. Собственно, софисты были в шаге от того, чтобы развернуть движение философии ровно в противоположном направлении, от умножения догм, то есть убеждений к философии, изучения мнений и умножения сомнений. Впрочем, Сократ, Платон и Аристотель сделали всё возможное, чтобы этого поворота не произошло. Особенно Платон и Аристотель, кстати. С Сократом всё довольно сложно и таинственно. Философия и наука сохранили досократическое стремление к истине. Мне же думается, что перед тем, как претендовать на некую истину, необходимо понять и объяснить сам процесс возникновения мнений, выяснить их природу и научиться воспринимать их не с догматической позиции, то есть позиции вечного оппонента, вот этих вот убеждений, с которыми ты не согласен, а с позиции игрока, который может принять любую точку зрения, развить её и использовать. Софисты двигались именно в этом направлении. Они могли защищать любую точку зрения, они могли менять мнение даже на ходу, они могли испытывать на прочность любое положение. Я полагаю, они отлично понимали, какие суждения защищать проще, а какие сложнее. В общем, я очень сожалею, что этот поворот в философии не случился и философия сохранила вот этот догматический элемент и он был очень силён и силён до сих пор. Ещё одна тема, которая связана с софистами, это софизмы. Конечно же, софизмы. Что есть софизм? Это логическая ошибка, улупка. На самом деле, это естественная форма человеческого мышления. Присмотрите к оппонентам, которые не изучали логику или теорию аргументации. Без искусственных систем они практически наверняка будут оперировать софизмами. Просто потому, что это естественно. Это просто на самом деле естественно. Ваш оппонент говорит какую-то глупость, но он дурак. Понятно, что он дурак. Понятно, что он умственно остал и с ним нечего спорить. Это то, что приходит человеку в споре просто сразу же в голову. Просто вот так проскакивает ему в сознании и он хочет это ему сказать. Ты оппонент, ты дурак, например. Это хоминем ошибка, да, получается. Ну, это естественно для человеческого мышления. Большая часть вот этих вот логических, особенно неформальных ошибок, они естественны для человеческого мышления. Более того, все ошибки, они естественны для человеческого мышления, поэтому приходилось вводить логику, которая якобы претендует на безошибочность. Ну, давайте рассмотрим определение софизма, чтобы мы, ну, точно уж убедились в том, что мы понимаем, что это такое. Софизм это ошибочное рассуждение, неправильный аргумент. Софизм основан на преднамеренном сознательном нарушении правил логики. Это отличает его от прологизма и опории, которые могут содержательно, ой, да, содержать непреднамеренную ошибку, либо вообще не иметь логических ошибок, но приводить к явно неверному выводу. Ну, такое определение. Проблема его, правда, заключается в том, что мы под софизмом понимаем именно преднамеренное ошибочное осуждение, сознательное нарушение правил логики, то мы не можем обвинять софизмов в использовании, в общем-то, софизмов. Смешно, да? Получается, что софисты, на самом деле, софизмы не использовали. Почему? Потому что основатели движения софистов жили еще до Сократа и значительно раньше Аристотеля, который, собственно, и сформулировал эти самые правила логики. Да, как они могли их, в общем-то, не нарушать, если о них просто не знали? А софисты, в принципе, не признавали веру в логику, то есть они не верили, что с помощью правильной формы рассуждения любой, включая формальную логику Аристотеля, можно достичь истины. И можно ли их в этом упрекнуть? Человечество на протяжении двух с лишним тысячелетий билось головой о формальную логику Аристотеля и наработки, основанные на ней. Так что, знаете ли человечество истину, кстати? Может, вот есть какие-то абсолютные истины, которые вообще непререкаемы? По-моему, нет. По-моему, на то не похоже совершенно. Продолжаем. Софист обращается с речью так, как это соответствовало его убеждениям. Ну, то есть, он был действительно убежден, что действовать в противоречии с законами логики это было правильно. Для него речь, для него вообще любые логические операции, это прежде всего орудие, которое помогает ему влиять на мнение людей. Никакие логические рассуждения, по мнению софиста, они бы, ну, тем более, они не считали, они жили до логических рассуждений, но, в принципе, любые, любые рассуждения не могут привести к правде. Если речь идет о правде этого мира, а не об истине какой-нибудь замкнутой идеальной системе, коими являются математика или язык, или также сама логика. Соответственно, неудивительно, что софисты не приняли логические рассуждения Аристотеля, так как они ни на чем не основывались, по сути, а на чем основывался логический проект Аристотеля, вот в чем, в чем его заключается сущность, как его доказать. Это был довольно абстрактный проект, который имел довольно сомнительное отношение к реальности. Лишь относительно недавно, в конце 19 века и в 20 веке аналитические философы начали активно работать над привязкой логики и реальности факта. До этого сторонники логики в принципе апеллировали чистыми универсалями, да, оперировали, да, в общем работали сейчас просто с универсалями. Это были несуществующие какие-то понятия, несуществующая логика с несуществующими какими-то видами, родами, и все это было просто вот воздушно. До аналитической философии, до ее развития в 19 и 20 веках все это вообще не имело никакого сильного фундамента, и софисты до этого времени вообще не должны были считаться какими-то, скажем, философскими фриками, потому что что у них были бы основания защитить эту позицию, к сожалению, они исчезли, конечно. Из этого очевидно следует, что софизмы это скорее ругательство, образованное от слова софист, чтобы вы все поняли, что софизмы используют только софисты. Слово очевидно вторичное по отношению к софистам, и используется исключительно для подчеркивания ругательного характера. Притом, очевидно, какие направления повлияли на закрепление этого положения дел, собственно, полтонизм и препатетизм. Оба опирались либо на диалектику, либо на логику, оба были крайне популярны, оба вели войну против софистики. Собственно, да, есть резон называть логические ошибки просто логическими ошибками, не отсылая при этом к знатным мудрым философам до сократического периода, тем более логика это не абсолют. Ой, следующая тема, небольшая подтема. Отрицание логики и диалектики. Ну, как мы убедились, значительная часть софистов жили до эпохи логики и диалектики, но все-таки некоторые жили в эпоху уже логики и диалектики, они ее отрицали, и они с ней боролись, так скажем, они нарушали законы, вот эти вот великие абсолютные законы. Ну, что ж такое? Собственно, что с диалектикой и логикой давайте разберем? Ну, так, немножко посмотрим. Это определенные строгие правила ведения рассуждения. В общем, это методы рассуждения, о которых не знали старшие софисты, и перед фактом существования которых были поставлены уже их последователи младшие софисты. Ну, вы представьте, да, вот вы живете, вы думаете одними категориями, потом приходит новое поколение философов и пытается заставить вас мыслить вот другими категориями, другими правилами, другими, в общем-то, догматическими указаниями, диалоги какие-то ввести по определенному сократовскому типу или исследовать какой-то логике, который вообще, ну, совмещает общие понятия, манипулирует общими понятиями и ничего, в принципе, не дает, потому что без верных посылок и вообще каких-то знаний и логика просто не работает. Это какая-то речевая игра получается, и софисты, наверное, это неплохо так понимали. Конечно, очевидно, они относились и к логике, и к диалектике отрицательно, и здесь не может быть никаких упреков в их адрес. Ну, вы представьте, да, как вообще, какая реакция была у людей, а когда появилась диалектика Гегеля и потом Маркс ее преобразил, как не марксисты относятся к диалектике? Скажите мне, как они к ней относятся? Аналогичная ситуация была в Древней Греции. Да, когда появилась логика, логика Аристотеля, конечно, ее начали критиковать многие, не только софисты, честно, не только софисты. Кинники не были сторонниками логики. Кто еще у нас не был сторонниками логики? Давайте-ка вспомним, еще Киренайки не были сторонниками логики. Да, многие не были просто сторонниками логики, ну, потому что, ну, с точки зрения номинализма она вообще работать просто в принципе не может. А номинализм, на мой личный взгляд, он более правдоподобен, чем универсалистический подход. И из этого вообще получается, ну, что? Что у нас нет гарантии на то, что логика в принципе работает. У нас нет гарантии на то, что логика позволяет добраться до истины. Мы уже, не знаю, две тысячи с чем-то лет пользуемся логикой, но истину до сих пор не достигли и, скорее всего, не достигнем. Какие претензии к софистам? У меня их, например, нет. Ну и вот. Как мы можем доказать, например, логику? Давайте подумаем, что нам нужно для того, чтобы доказать логику. Мы можем доказать логику с помощью самой логики. Нет, это будет логический цикл, логическая ошибка, в общем-то. Значит, для того, чтобы доказать логику, нам нужно создать еще одну логическую систему. Чтобы доказать эту логическую систему, нужно доказать следующую логическую систему. И так до бесконечности. Бесконечное количество логических систем, которые доказывают друг друга. Отлично, да. Вот и получается, что ввиду отрицания логики, тем более диалектики, оно не такое уж и безосновательное. Его можно обосновать. И я сейчас сделал просто очень мега краткий экскурс в то, как это можно сделать. И причем это не мой метод, между прочим. Да, это не мой метод. Поэтому я здесь просто поднимаю руки. Потом, может быть, узнаем, обсудим, кто предложил вот такое опровержение логики. Но, получается, логика, она просто строится на аксилумах. Аристотель сказал, если проще выражаться, Аристотель сказал, а все остальные повторили. Вот так вот надо мыслить. Почему софисты должны были слушаться Аристотеля? По-моему, причины для этого не было. И их сопротивление логическим и диалектическим, в общем-то, методам вполне объяснимо и адекватно. Ну вот, мы с вами познакомились с софистами, с прекрасными, распрекрасными, умными, мудрейшими людьми своего времени. Да, Сократ, Фросимах, Продик, запомните эти имена. Антифонт, Горгий и, конечно, Ксениат. И самый главный из софистов, самый первый, самый значимый, это Протагор. Эти имена, на мой взгляд, должны изучаться наравне с Аристотелем, наравне с Сократом, наравне с Платоном. Величайшие мыслители своего времени. Мне кажется, у меня получилось, ну, по крайней мере, показать, что вот эти вот философы, они все-таки опередили свое время на много тысячелетий. И давайте все-таки не будем использовать слово софист в негативном значении, потому что это просто неправильно. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Уважайте вот этого вот, вот этого вот дядьку. Он очень умный. Очень интересный персонаж. А жалко, мало, мало мы про него знаем. Все, восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА